Чемпионат мира по футболу в этом году немного подкорректировал традиционное шествие выпускников в центре курорта. Стройными рядами вчерашние школьники прошли по лестнице к концертному залу фестивальной. Строгие костюмы у парней и красивые вечерние платья у девушек. Выпускницы, как и во все времена, стараются отличиться. Кто прической, кто макияжем, кто нарядом. В таком разнообразии образов девушки одного из выпускных классов отличились одинаковыми платьями. Мы очень дружные, очень крепкие, всегда вместе, и поэтому подготовились. Очень любят друг друга. И мы хотели выделиться именно такой деталью, поэтому мы все в одинаковом. Мы специально шили платье для последнего звонка и для городского выпускного бала. И все-таки главное достоинство каждого выпускника – это их достижения. Но даже подающие надежды спортсмены, победители Олимпиады, одаренные подростки понимают. Впереди еще много испытаний. И кажется, каждый готов их встретить с гордо поднятой головой, как и учили педагоги. Каждое достижение чему-то меня учит. Это дополнительный опыт, дополнительные навыки, которые потом мне помогут при трудоустройстве, просто в жизни помогут. Знаете, знания не бывают лишними. Багаж знаний, он руку не тянет. Поэтому я всегда стараюсь приобретать новые навыки, новые знания. Вроде и все этапы школьной жизни многие еще не до конца знают о результатах единого государственного экзамена. Ну а тех, кто уже стал обладателем стобальной оценки, известно. И это вовсе не случайность или удача. Это итог большой работы на протяжении многих лет. В числе лучших из лучших выпускницы Екатерина Афлиди. 100 баллов за ЕГЭ по химии – это то, к чему девушка и стремилась. Я только проснулась, и мне позвонила подруга, что результаты уже опубликовали. Ну радости было очень много. То есть с утра такой подарок. Поэтому это было очень приятно. Я надеялась, что в лучшем случае будет 100 баллов. Конечно, были некоторые спорные задания, потому что в химии тоже бывают неточности. Экзамены стали испытанием и для сочинских педагогов. Выпускной бал – это момент, когда и у учителей есть возможность выдохнуть после напряженного периода. Ну конечно, выдыхает, потому что действительно очень напряженно. В этом году много новшеств было с ЕГЭ, с АГЭ. Очень технически все сложно было. Поэтому, конечно, груз соответственности на педагогов очень большой был. Впрочем, учителям есть чем гордиться. Результат их многолетней работы налицо. Выпускники показали отличные результаты. У нас 2054 выпускника, и это рекордное количество выпускников. На сегодняшний день известны результаты по семи предметам. У нас 12 стобальных результатов, более 500 высокобальных результатов. Школьная жизнь у сочинских выпускников – это не только уроки и домашние задания. Именно старшеклассники принимают самое активное участие в организации большинства городских мероприятий. Последнее, где сочинские подростки в самой гуще событий, еще идет. Чемпионат мира по футболу не обошелся без помощи молодых сочинцев. «Разносторонние развиваются, имеют огромные возможности. И мы будем только радоваться, если эти события и дальше будут проходить в городе Сочи, и давать возможность нашим детям быть такими. Они сегодня очень гордо будут себя вести в любом конце нашей страны, заявляя «я из Сочи, я сочинец». Это звучит сегодня гордо. Так держать». Торжественный балл закончился, и выпускники спешат искать себя во взрослой жизни. Но вчерашние сочинские школьники с большой вероятностью вернутся в город уже в качестве специалистов – взрослых и самостоятельных.